Смотрите-ка, мы переварили Батыя и Орду, мы переварили нашествие татар, монголов. Это стали наши граждане. Когда варвары хлынули на Древний Рим, вершину культуры мира, что произошло? Италия осталась на месте. Все атрибуты культуры с нею. Едешь по Италии, горка, на ней храм, а в храме Джотто, а в храме Пьера де ля Франческо. Понимаете, культура выше насилия, культура выше неграмотности. Культура все давно побеждает. И что бы ни делалось в России, сколько убивали и Вова Ульянов, и Джугашвили, и Йоська Рябой, сколько они не убивали, сколько не убивали наши коммунисты, убивали писателей, художников, композиторов, актеров, режиссеров. Культура есть все равно. Все равно история нашей культуры, достояние всего мира, все равно ничего не пропадет. Понимаете, какая история? Они пропадут. А культура останется. Несчастный Мандельштам, который умер на помойке в лагере, в концлагере, ища какие-то хотя бы кусочки еды. По нему делаются фильмы, пишутся диссертации, его читают. Бродского выгнали, а его читают, по нему целые концерты, люди поют его песни, его стихи. Ничего не получится у диспотов, ничего не выйдет у руководителей, которые гонят, их выгонят из памяти, их опозорят. А эти останутся. Культура, знаете, такая вещь. И поэтому я думаю, все-таки, что следующее поколение, вот тех, кто останется в Европе, будут учиться в этой школе. Будут смотреть эти фильмы, ходить в эти музеи. И третье поколение уже будет свое, понимаете? И оттуда выйдут интереснейшие творцы, люди с другой культуры, врожденной, но с этой культурой приобретенной. Не надо так смотреть. Знаете, человечество очень живуче. А культура – это то, что определяет человечество. Археологи роют свои колодцы, свои пещеры, создают и ищут. Что они ищут? Культуру. Они ищут архитектуру. Они ищут украшения. Они ищут плошки и поварешки. И все это культура, понимаете? Это то, что остается с человечеством всегда. Я очень верю в это. Продолжение следует...